Здравствуйте. Благодарю вас за то, что выделили время для интервью. Я предлагаю подвести итоги 2018 года, поговорить о перспективах года 2019. Но вот в первой части про итоги все очень интересно. В 2017 году все опасались каких-то происшествий. В 2016 был Brexit, затем избрали Дональда Трампа неожиданно для многих. И многие экономисты говорили, что год будет сложным. Наоборот, 2017 год был великолепным и для экономики, и для рынка. В 2018 году, в отличие от этого, показал намного более слабые результаты. Мировая экономика, в частности, замедляется. На ваш взгляд, 2019 год каким рисовывается? Как раз когда мы говорили о 2018 году, с точки зрения мировой экономики, мы предупреждали о тех рисках. И казалось бы, когда первое полугодие у нас с 2018 года началось, что позитивный тренд, позитивная динамика 2017 года продолжается. Если вы посмотрите на те прогнозы, которые МВФ, например, дал в апреле, в 2018 году, это были радужные прогнозы не только на текущий год, но и на все последующие. Но под конец года начали вылезать все те проблемы, о которых мы говорили, и они, конечно же, приводят к серьезному замедлению глобальной экономики, которую, конечно же, мы будем наблюдать и в 2019 году. По сути, сейчас уже формируется та картина, которая сформирует нам ту динамику, которую мы видим в 2019 году. Какие-то такие главные тренды. Первое – это, конечно же, окончание восстановительного цикла в развитых экономиках, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Ставка ФРС растет, растет очень активно, 2,5%. Американская экономика неизбежно должна замедлиться. В лучшем случае это замедление будет до диапазона 1,5%, о котором мы говорили. В худшем случае мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок или даже краткосрочной рецессии. Евросоюз, при том, что его восстановительный цикл в целом продолжается, но здесь главная проблема – это, конечно же, дивергенция экономик. Есть Германия, которая давно закончила восстановительный цикл, имеет рекордно низкую безработицу. Есть другие экономики, периферийные экономики, которые, несмотря на то, что качественно, существенно улучшили ситуацию с точки зрения состояния рынка труда относительно того, что было еще несколько лет назад, но все равно безработица там остается повышенная, восстановительный цикл продолжается. И вот здесь европейским властям, европейскому центральному банку действовать очень сложно. С одной стороны, начинается перегрев потихонечку в Германии, где уже фаза такая поздняя экономического цикла. С другой стороны, есть экономики, которым требуется очень активное стимулирование. И вот эта вот история, она в целом тоже ведет к определенному замедлению экономического. Ну а Китай? Китай структурно замедляется. Мы видим, что с каждым следующим кварталом у нас темпы роста там снижаются. И, конечно же, на Китай накладывается история с торговыми войнами. Если в первом полугодии это была большая дискуссия в политическом пространстве, то сейчас мы видим уже реальный эффект на цифры. Цифры не только китайские, но и американские. Мы видим, как меняются торговые потоки, как появляется влияние на инфляцию, на замедление экономического роста. К этому еще добавляются проблемы других развивающихся стран. Мы тоже говорили, я тоже говорил о том, что есть страны, где экономический рост на самом деле является таким пузырем и связан с формированием серьезных дисбалансов. 2018 год – это год, когда эти пузыри начинают лопаться. Аргентина, Турция, вот только что вышли последние данные по Турции, падение розничных продаж в октябре – минус 7,5%. Промышленное производство – минус 5 с лишним процентов. То есть там очень глубокий кризис, кризис глубже, чем в 2008-2009 году. Поэтому вот эти вот все проблемы, которые мы накопили, которые во втором полугодии уже начали явно себя проявлять, они все придут в 2019 год, поэтому с точки зрения глобального роста в 2019 год не сулит нам ничего хорошего. Это будет одно из минимальных значений за последние несколько лет. Естественные вопросы на российскую экономику. Это не повлияет? Мы тоже часть глобальной экономики. Если есть замедление во всех ключевых ее центрах, то негативный эффект может быть и до нас. Мы не просто часть глобальной экономики. Мы с каждым следующим годом, учитывая то, как развивается наша внешнеэкономическая активность, мы все больше и больше интегрируемся в глобальную экономику. И здесь для нас два таких ключевых тренда. Мы, конечно же, остаемся крупным экспортером сырьевых товаров, поэтому динамика сырьевых цен – это то, через что проявляется нестабильность мировой экономики. Мы видим цены на нефть марки Brent опустились ниже и закрепились ниже 60 долларов за баррель. Это низкие значения, которых мы уже не видели пару лет. Влияние на Россию ограничено. И здесь есть и то, что мы стараемся делать на международной арене. Это координация со странами ОПЕК по стабилизации рынка и балансировки спроса и предложения. И, конечно же, то, что мы реализовали за последние несколько лет в макроэкономической политике – это и бюджетное правило, и покупки валюты. Многие говорили о том, зачем столько много бюджет сберегает в первом полугодии этого года. Но сейчас становится понятно, что если бы тех сбережений не было бы, такое резкое падение цен на нефть, если вы посмотрите, оно даже сильнее, чем то, что мы видели в 2014 году. То есть мы видим также, как в 2014 году, отток капитала на фоне санкционных всех дискуссий. Мы видим такое же и даже более сильное и резкое падение цен на нефть, но при этом мы видим стабильные финансовые рынки и устойчивую динамику экономики. Вот это как раз и есть прямой результат тех макроэкономических структурных реформ, которыми мы занимались последние несколько лет. Максим Станиславович, Вы только что упомянули санкционные дискуссии. Здесь, кстати, под конец года, ну, две вещи, которые обязательно хочется обсудить. Во-первых, стало известно, что Минфин Соединенных Штатов снимает санкции с Русала. Буквально в течение 30 дней с даты публикации они намерены это сделать. Во-вторых, Вы сами сказали в одном интервью, что отношения Москвы и Брюсселя переживают некий ренессанс. Это, конечно, несколько другой аспект, это не совсем санкции Русала, тем не менее, это вот такой же сложный международный фронт в последние годы. Действительно ли ренессанс? Чего ждать от 2019 с этой точки зрения? Ну, смотрите, мы отношения между Россией и Европой зачастую обсуждаем на фоне каких-то политических заявлений, санкционных историй. Но если вот это всё немножко отвести в сторону и посмотреть просто на сухие цифры статистики, то что можно увидеть? Товарооборот России и Европы. В 2017 год плюс 23%, в этом году плюс 21%. Очень серьёзные темпы роста восстановления торговли. Туристические потоки. Также двузначный темпы роста как в сторону Евросоюза, так и из Европы в Россию. Крупные инвестиционные проекты. Атомные станции в Финляндии, Венгрии, Северный поток активно развиваются. Приграничное сотрудничество, новые программы с Польшей, с Прибалтикой, с скандинавскими странами. То есть, если мы посмотрим по всем направлениям, и, например, вот можно добавить последнюю инициативу Евросоюза по дидаллоризации и увеличению роли евро. По всем этим направлениям мы видим позитивную динамику, мы видим, что отношения становятся сильнее. Именно поэтому я и применил такое слово, что некий ренессанс после, конечно же, серьёзного провала 14-15 года. То есть, по всем ключевым направлениям мы видим, что фактическое экономическое взаимодействие России и Евросоюза усиливается и постепенно восстанавливается. В России несколько лет назад был взят курс на инвестиционный рост. Одно из необходимых условий для этого, конечно же, низкие ставки. Вот мы обсуждали глобальную экономику. Глобальные ставки растут, по крайней мере, в долларах. Рублевые ставки в 2018 году тоже, по крайней мере, на какое-то время прервали снижение. Не подрывает ли это планы и возможности именно инвестиционного роста, инвестиционной модели в России? Ну, опять же, если обратиться к статистике, у нас и 2017 год, и 2018 год – это два года, когда темпы роста инвестиционной активности превышают темпы роста ВВП. То есть, доля инвестиций в ВВП постепенно, постепенно увеличивается. Но понятно, что этого недостаточно, чтобы выходить на более высокий темп экономического роста. Мы серьезно ограничены демографическим фактором. У нас неблагоприятная картина на предстоящие годы. В нашей модели, которая показывает, как будут меняться факторы экономического роста на предстоящие годы, мы ожидаем, что количество рабочих мест максимально увеличится на миллион человек в предстоящие 6 лет. И это связано не с тем, что экономика не сможет генерировать эти рабочие места. Это связано с тем, что экономика будет испытывать дефицит кадров и просто не сможет найти внутри страны больше рабочей силы, предложения будет не хватать. Это главная проблема. Целая наборка мер сейчас готовится для того, чтобы и экономическая активность населения повышалась, и безработица снижалась. Даже двигаясь по всем этим направлениям, показывая здесь очень хорошие результаты и снижение безработицы среди молодежи, среди людей старшего возраста, повышение экономической активности, среди женщин, опять же среди населения старшего возраста, все эти меры будут максимуму позволить увеличить предложение рабочей силы на рынке до 1 миллиона дополнительных человек к 2024 году. Поэтому основной фактор роста – это, конечно, инвестиции и рост производительности труда. Вот инвестиции, как я сказал, растут быстрее, чем ВП. Этого недостаточно. Нам надо показывать средний темп роста в 6-7%. Учитывая, что у нас, грубо говоря, примерно треть инвестиций связана с энергетическим сектором, с добычей природных ресурсов, то это означает, что там мы, конечно же, не ожидаем бурного роста инвестиций. Это означает, что в прорывных отраслях мы должны выходить на темпы роста порядка 10% в год увеличения инвестиционной активности. Вот сейчас вся политика и правительство, и региональная политика, она должна быть нацелена на увеличение инвестиционной активности. Президент поставил задачу увеличить долю инвестиций в ВВП до четверти, до 25%. Нам нужно еще достаточно большую дорогу пройти до этой отметки. Есть ли понимание четкое, от какой программы, какого эффекта вы ждете, вот прямо в цифрах, в рублях, в тех же процентных пунктах ВВП? Правительство в середине года приняло системный план системных мер по повышению инвестиционной активности. Там есть и истории, связанные с увеличением инфраструктурных расходов, это уже заложено в бюджет. Есть действия по инвестиционному климату. Сейчас у нас запущен новый механизм трансформации делового климата, где целая наборка барьеров, которые мешают нормальной деятельности компании, мешают инвестиционному процессу, будет убираться и законодательство. Мы уже неплохо поднялись в рейтинге Doing Business, но надо смотреть на всю эту проблематику гораздо шире. Сейчас на выходе у нас как раз первый пакет таких изменений находится, то есть мы уже первые полгода этот цикл прошли. Конкуренция, о чем я говорю, здесь активно работаем вместе с антимонопольной службой, и у нас указ соответствующий о конкуренции был принят президентом в начале этого года, поэтому здесь работа ведется. Поэтому по каждому направлению постепенно движемся вперед. Но помимо системных мер, очень важно еще и отраслевое регулирование. У нас установлены целевые индикаторы, как я уже говорил, по инвестиционной динамике для каждой из ключевых отраслей. И сейчас совместно с губернаторами, совместно с различными министерствами мы как раз готовим те дополнительные изменения, которые требуются именно в отраслевом регулировании, чтобы вот эта вот динамика положительная, плановая не только достигалась, но и была превышена. Одна из больших программ, которые вы объявляли, это как раз план по инфраструктурным инвестициям, если я не ошибаюсь, 7 триллионов рублей общая величина этого плана. Ну, понятно, что если государство будет совершать расходы, они автоматически станут частью ВВП, и мы увидим рост ВВП в части инвестиций. Более широко какой эффект и когда вы ожидаете увидеть? Ну, на что ориентирован этот план? В первую очередь на снятие тех инфраструктурных ограничений, которые у нас есть и с точки зрения развития населенных пунктов, потому что здесь у нас и обходы городов, и развитие аэропортов. Сюда добавляется, кстати, и отдельный национальный проект по безопасным и качественным дорогам, который будет повышать качество дорожной сети и в агломерациях, и в целом по стране. Ну и, конечно же, это целая наборка проектов, связанных с развитием наших железных дорог, с расширением наших экспортных возможностей, портовых мощностей. То есть целая наборка элементов, которые уже запланированы, на которые запланированы и бюджетные финансирования, и идет работа по привлечению внебюджетного финансирования. Но понятно, что инфраструктура, мы, конечно, столкнулись с определенной ситуацией недоинвестирования в инфраструктуру последние несколько лет. Поэтому сейчас на первых порах мы будем просто убирать самые кричащие проблемы, но мы будем наставить на том, чтобы в предстоящие годы, при смотрении новых законов о бюджете, инфраструктуре уделялось повышенное внимание, и если экономика будет зарабатывать дополнительные доходы, чтобы они в большей степени отправлялись именно на инфраструктурное строительство, потому что это один из таких краеугольных камней, создание других производств, инвестиций в других секторах и в целом развитие экономики. Министерство экономического развития ответственно за два национальных проекта – это повышение производительности труда и малое и среднее предпринимательство. Что Вы планируете делать в этом направлении, опять же, на горизонте, о котором мы обычно говорим, в 2024 год и конкретно в 2019 году? Производительность труда – это такой комплексный показатель, на него в прямую влияет динамика инвестиций, мы про инвестиции уже поговорили, но есть еще отдельный компонент, когда можно увеличивать, наращивать производительность труда без каких-то серьезных инвестиционных затрат. Эта история связана с повышением качества управления, внедрением современных технологий планирования, производственных процессов. На самом деле не только производственных процессов, мы говорим о том, что этот проект, который начался в промышленности, он шагнет и в сферу госуправления, он себя неплохо уже проявляет в сфере здравоохранения, так называемый проект «Бережливая поликлиника», и вот я несколько таких поликлиник посещал, они, конечно, серьезно изменились. Просто настройка процессов, настройка логистики внутри учреждения, она позволяет серьезно повысить эффективность работы, у того же медицинского персонала серьезно сократить время, которое тратится на ненужные действия, тем самым позволить врачам больше времени уделять пациентам, и тем самым повышать эффективность всей системы. Поэтому именно на этот управленческий компонент и нацелена программа по производительности труда. Малый и средний бизнес – это создание условий для того, чтобы создавались новые предприятия, чтобы они росли, чтобы они становились крупнее и постепенно становились конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке. Поэтому здесь целая наборка проектов. Я думаю, одна из самых значимых историй первого квартала уже 2019 года – запуск новой программы льготного финансирования для малых и средних предприятий. У нас КП, который стоит на 2019 год, это выдача до 1 триллиона кредитов у этой программы. То есть программа из нишевой, как она была в последние два года, она становится довольно массовой. И мы надеемся, что малые и средние предприятия по всей стране почувствуют то, что условия доступа к кредитным ресурсам, ценовые условия доступа у них меняются и меняются в лучшую сторону. Ну и еще одно нововведение, которое следует обсудить, мне кажется, в контексте инвестиционной активности – это специальные административные районы. Они появились, есть первый резидент, но, насколько я понимаю, он пока только один. Ну, один резидент, который в Владивостоке перегистрировался, компания «Н-Плюс» проголосовала за перерегистрацию себя в Калининграде, в специальном административном районе. Только в этом году нам реально удалось так изменить российское законодательство, что этот процесс стал технически возможным и финансово не обременительным для компании. Поэтому мы увидели сначала, что эту схему пробуют маленькие компании, то, что мы увидели, хоудинговая компания одного из российских банков перерегистрировалась в Владивостоке. Сейчас этот процесс начнется для крупного уже хоудинга, представленного на различных международных биржах, имеющего большое количество контрактов по всему миру. Это очень сложный процесс, мы к нему долго готовились. Сейчас будем компанией, если она продолжит движение по этому пути, потому что голосование акционеров – это только первый шаг. Дальше еще много чего нужно сделать. Но если компания дальше пойдет по этому пути, будем максимально ей помогать, чтобы она прошла этот путь. Уверен, что если мы получим здесь позитивный опыт, то след за этим мы увидим серьезное движение вперед. Одновременно мы не будем останавливаться на развитии самой системы специальных административных районов. Сейчас мы подработали корпоративное законодательство, налоговое законодательство, так чтобы этот переход был максимально безболезненным. Дальше будем двигаться по целому ряду направлений, которые сейчас подрабатываются для того, чтобы эти специальные административные районы были таким примером передового законодательства, удобного для международных компаний, международных хоудингов. Специальные административные районы находятся в достаточно таких отдаленных регионах, ну, относительно. Ожидаете ли Вы, что они могут произвести какой-то мультипликативный эффект на экономику в целом, близлежащих районах страны? Или это просто формальная юридическая перерегистрация? Ну, она может быть и формальная, но это на самом деле тектонический сдвиг, потому что все, что мы наблюдали в последние десятилетия, то, что российские компании уходили в офшоры из-за неудобства российского законодательства. Нам удалось так изменить законодательство, что движение обратно стало в принципе возможным. То есть мы теперь создали условия, теперь мы только сейчас мы можем, получили возможность в принципе говорить, о том, что девшоризация может произойти, и вот этот процесс уже происходит. Дальше надо работать по повышению качества российской юрисдикции, повышению ее привлекательности, и на фоне уже созданного фундамента, который позволяет технически делать эту перерегистрацию, мы можем увидеть постепенно усиливающийся поток компаний, которые захотят это сделать. Максим Станиславович, а для российской экономики каким будет 2019 год? Самый сложный период, конечно же, для экономической динамики – это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится. Это непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики в России – это повышение налога на добавленную стоимость, которая отъест часть, в том числе, потребительского спроса. Это политика Центрального банка по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику и на кредитование в начале 2019 года. Мы видим по последним данным уже, что, например, корпоративное кредитование, темп роста его начали потихонечку снижаться. Розничное продолжает расти, агрессивно расти. И в этом, конечно же, есть определенная проблема, я имею в виду, в первую очередь, необеспеченное потребительское кредитование. Но корпоративное начало уже замедляться, и это, конечно же, скажется на экономической динамике в начале 2019 года. Но второй полугодие в этом плане будет более позитивным, и в целом по году мы выйдем на показатель, который у нас есть сейчас в прогнозе – 1,3%. Максим Станиславович, спасибо вам большое за день. Спасибо. 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 Спасибо.